всем привет сегодня я разбираю трешку двухуровневую в жилом комплексе народные кварталы от атомстрой комплекса поехали итак двухуровневая квартира это всегда привлекательно и заманчивая для покупателей квартир когда они смотрят на эти прекрасные рендеры которые здесь перед нами мы их видим прямо душа поет все воодушевляются это огромное стекление это высокие потолки это сколько воздуха это сколько пространство это же как можно разгуляться и гиги и давайте разберемся будет у вас и гиги или не будет гиги и будем считать по количеству компромиссов которые я найду в этой планировке вы помните из первого ролика кстати кто не смотрел вы можете посмотреть по ссылочке прям рекомендую мы с павлом репиным разбирали этот жилой комплекс народные кварталы на урал маши так что посмотрите но сегодня про планировку из этого жилого комплекса так вот этот трешка 90 квадратных метров высота потолков пять с половиной метров представляете себе от первого этажа до второго уровня пять с половиной метров высота первого потолка 2 и 6 пониже конечно но тоже ничего это же двухуровневая квартира и когда вы смотрите на рендер то вообще все прекрасно кстати к слову сказать это рендер не той планировки которая здесь перед нами это немножко другая история ну почему-то так получилось но ничего страшного и так компромисс номер один это антресоль которая здесь заявлена как второй этаж и на этот второй этаж нужно подниматься по лестнице вот это вот лестница будет съедать часть жилого пространства и квадратных метров на которые вы смотрите при покупке квартиры да да лестница занимает место и съедать квадратные метры ну простая логика следующий компромисс это сама по себе лестница по которой вам придется бегать туда сюда туда сюда туда сюда вот здесь вот нарисована спальня в этой спальне есть кровать и шкаф а вот в ванной нет представьте что вы спите ночью и вам вот понадобилось ну вот так случилось спуститься вниз в туалет нормально нет ночью с просоня спускаться по лестнице вниз а потом подниматься наверх ну мало того что весь сон пройдет во время этого движения так это еще и опасно а если вы пришли после фуршета слегка на фуршете лись то это что получается это вообще втройне опасно то есть вы встали такие с кровати вам нужно сходить умыться например нога подскользнулась и вы по этой лестнице и куда бы вы думали прямо в окно 27 этажа и ну и там уже и и скорая помощь не поможет не дай бог конечно ребята не дай бог поэтому вот я бы спальню на втором этаже конечно вообще бы не делал теперь сама по себе лестнице застройщики как-то их так по-особенному делаю что эти лестницы у них выглядят прекрасно но в использовании совершенно неудобные здесь 15 ступеней вот я посчитал не поленился поделил высоту на количество ступеней и у меня получилась высота 193 если быть точным это абсолютно неудобная высота то есть на нее надо прямо будет задирать ноги вот прям знаете вот вот так вот как будто я карабкаюсь на чердак дачного домика где-нибудь в деревне у бабушки вот туда такие лестницы делали вот зачем вам это в квартире скажите мне нормальная высота ступени 150 миллиметров и глубина 300 тогда лестнице пользоваться удобно этой неудобно следующая тоже про антресоль вот давайте еще поговорим про эту самую антресоль если здесь будет спальня то придется делать перегородку а иначе будет некомфортно в этой спальне находиться потому что все звуки будут проникать запахи будут проникать ну и так далее но как только мы поставим эту перегородку наша вот это вот просторная комната как бы превратится в маленькую комнатежку и весь эффект испарится эффект от второго света эффект вот от этого воздуха от этого простора потому что стенка появится и все вот вот стенка и если мы эту стенку здесь ставим то мало того что сама по себе комната узкая так она еще и делится столбом который стоит прямо посередине ну короче какая-то фигня получается и это еще один компромисс ну и последний компромисс именно связанный с этой антресолью и с этой лестницей это дверь которую вам придется сделать лестница и сразу же дверь ребят ну так вообще никто не делает ну банально есть риск того что открыв дверь и вы не задумываясь делаете шаг вперед и просто летите с этой лестнице и вперед а мы помним что у нас стекло 27 этаж и вообще неудобно идем дальше первый этаж прихожая прихожая вроде бы неплохая но все равно по мне маленькая эта квартира с тремя спальнями предполагается что будет жить как минимум четыре человека но даже если и три представьте что вы одновременно троем в этой прихожей снимаете пальто вы просто локтями будете стукаться то есть получится следующее двое стоят ждут по стойке смирно а третий раздевается вот он разделся ушел следующий разделся потом третий вот так вот по очереди а если гости пришли ну вообще все привет до свидания шкаф шкаф вообще маленький я щас объясню почему да мне даже и объяснять не надо вы поедите прямо сейчас к себе в прихожую возьмите рулетку и померите свой шкаф и задайте вопрос вам такого хватает так вот здесь вы не добавите его просто некуда поставить а тот который есть его тупо мало ну сколько здесь полтора метра полтора метра шкаф блин ну чё туда влезет дай бог вещи взрослых а детей куда в детские на антресоль на второй этаж по лестнице с одеждой ботинками серьезно да ладно прикол теперь следующее общее пространство в котором есть кухня столовая и диванная группа вроде бы все прекрасно но давайте взглянем на кухонный гарнитур который здесь три метра максимум вы чё серьезно три метра для семьи из четырех человек этого же мало и так скорее всего подходит для той семьи которая вечером по какой-то причине задержалась в городе и вот переночевала а потом опять уехала в свой загородный дом жить ну то есть такая квартира выходного дня получается если жить в ней постоянно то этой прихожей недостаточно это антресоль это ну прикол какой-то непонятный эта кухня вообще смехотворно на ней готовить что он что на ней готовить поставил комбайн чайник тостер и все нету рабочей поверхности где даже салат порезать понимаете вот все вот такая кухня а если вы захотите эту кухню увеличить топ некуда здесь проход из прихожей на кухню здесь вход в спальню то есть мы кухню то даже увеличить не можем но может остров удастся поставить но если мы поставим сюда остров то мы перегородим движение понимаете какая штука получается как ни крутия получается все фигня какая-то и то есть вы и останетесь жить с этой маленькой кухни в итоге вам придется поставить холодильник куда-нибудь под лестницу вот красота да вы думали у вас будет много места а у вас там холодильник окажется да и вообще как-то это все не очень удобно следующая столовая классно что стол стоит посередине комнаты но частью то он заходит под лестницу и получается сидя за столом я такой буду значит вот сидеть под лестницей особенно классно будет когда кто-то спускается я вроде такой с вилкой и вроде бы такой ем а у меня на голове над головой кто-то спустился вниз отобедать вместе со мной дальше диван диван кресло телевизор очень странно они здесь стоят во первых сразу же напротив входной двери то есть это приходит курьер и видит как я в трусах на кресле сижу такой там что-то кофе пью да но как-то не очень удобно и на диване то же самое тоже видно что здесь кто-то вот как-то сидит и меня вот чужой человек увидел ну как-то это вообще не не очень хорошо телевизор как-то странно стоит в углу прям вот ну как прям рядом с креслом кресло вообще его закрыла этот самый телевизор то есть обычно телевизор как-то посередине ставить чтоб удобно было смотреть вот я бы все-таки диван перевернула телевизор бы поставил к стене ну так как-то к логичней получается и как-то композиция хоть какая-то вырисовывается ну вы хоть как-то это не надо идти на компромисс это вы же сами говорили зачем компромиссы ребята ну в общем мы уже с вами насобирали достаточное количество компромиссов с которыми вам придется как-то уживаться но это еще не все идем в спальню это типа родительская спальня которая включает в себя гардероб спальню и душевую ну сюда больше то и не помещается начну с гардероба ребята вы чё серьезно один шкаф шириной 1 и 2 метра то есть метр двадцать одному 60 сантиметров отсек и второму 60 сантиметров отсек блин у меня трусов дома больше вы чё куда еще то шкаф поставить здесь почему вы не предлагаете то есть вы изначально закладываете какое-то неудобство с которым потом придется как-то уживаться людям ну да они еще куда-то шкаф будут вынуждены поставить наверное в спальню вот сюда ну это еще полтора метра не знаю достаточно этого или нет в общем это еще один компромисс ребята где хранить одежду да так по-серьезному надо ванная 2 и 6 метра ванна в родительской 2 и 6 метра да ладно вы чё блин это только пописать стоя а вот если я зубы захочу чистить то я уже локтем в стену упрусь да вот вот так вот вот стена вот раковина и вот я буду биться так то есть вот я вот так должен зубы почистить ну блин ну вы как бы хоть бы книгу по эргономике откройте я не знаю там душевая кабина но вот какого она у вас здесь размера 90 на 90 но давайте так чтобы не быть голословным вы возьмите рулетку вот можете прямо сейчас взять рулетку и померить вот так вот зайти в угол комнаты вот угол комнаты вот заходите перейти рулетку отмеряйте 90 сантиметров туда и 90 туда и попросите кого-нибудь вот какую картонку вот так вот под углом поставить и представьте что вы там моетесь ну вот как-то вот вы же моетесь да у вас даже локти там не расправятся и вам это вот предлагают без компромиссов я напоминаю ну и последняя комната жилая 11 и 2 метра я даже комментировать ее не буду она какой-то странной кривой формы с каким-то выступом углублением куда-то зачем это нужно чтобы поставить один какой-то микроскопический шкаф который опять ничего влазить не будет придется опять придумывать куда этот шкаф поставить ширина этой комнаты но это просто за гранью тут сколько два с половиной метра ребят ну два с половиной метра даже в хрущевках стены шире были вы чё ну как бы но это смешно не знаю по мне это ерунда какая-то полная вообще ну слава богу что хоть в ванную сделали 5 квадратных метров хоть спасибо и на этом в общем резюмируя весь мой рассказ про эту планировку я здесь не вижу никакой работы ни с какими компромиссами но это лично мое мнение если вы не согласны если у вас есть другое мнение пожалуйста в комментариях пишите все что вы думаете по этому поводу я буду только рад ну а если понравилось ставьте лайк кстати если не понравилось ставьте дизлайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик и до новых выпусков всем пока